добрый день любители радиоуправляемых моделей сегодня второй день нового года настроение новогоднее только-только в самом разгаре и мы продолжаем наш новогодний сюрприз новогодний подарок собираем нашего змея горыныча в прошлый раз мы подготовили все детали где необходимо вклеили усиление а сегодня нам предстоит собрать уже модель воедино практически останется покраска останется установка электроники и возможно кое-где добавить придется расшивку и так первое что нам нужно сделать это разрезать по линиям разметки вертикальную часть это конечно мягкий так что смотрите чтобы именно по разметке маленечко усиление конечно стянуло хвост уходит но выправить можно или если загнул и достаточно сильно то можете просто прорезать по линии от руки но будьте внимательны чтобы нож никуда у вас не ушел я специально оставил вот этот зазор на толщину материала в нашем случае 6 миллиметров кто желает может сделать шипы так конечно модель будет собираться точнее но зато это дополнительное время дополнительная возня и если работать аккуратно то можно вполне обходиться и без дополнительных вот этих шипов и подгонок прежде чем работать с клеем опять же простелим пленку располагаем крыло так чтобы нижняя сторона у нас было сверху нижняя плоскость и сейчас будем приклеивать нижнюю половину этой вертикальной пластины кстати ориентироваться можно именно по разметке выреза под пропеллер все остальное если может быть где-то при вырезании еще как-то маленько сместилась то вот эта часть она должна быть сделана точно у меня в принципе хвост нормально вот голова чуть-чуть то ли здесь побольше оставил то ли при склейте маленечко запас образовался в этот раз попробуем клеить не аппликатором вот таким вот способом обычная иголка шприца на баночке с циокрином и вот так сейчас будем склеивать выставляем вертикальную деталь точно по центру вот обратите внимание что разметка выреза под пропеллер с краями паза совпадает но сам вырез заранее прорезать не стоит потому что вот это место упругая пластина она разогнется сейчас прокапываем клеем пока тоже не полностью в нескольких точках и для скорости прихватываем акселератором можно клеить кстати нанести прямо по линии так быстро он на воздухе не засыхает ну вот прижимать детали нужно уже сразу год как можно точнее потому что прихватиться к прижатому пенопласту уже может очень быстро я пока специально не делаю усиление хвоста хочу попробовать оставить его немножко гибким может быть в полете горыныч наш год хвостом махать кстати клей сквозь и п.п. довольно неплохо пропитывается и если не постелить пленку то к столу вся эта ваша заготовка однозначно будет приклеена он даже кое-где видно клей блестит с верхней стороны чтобы он сейчас не прилипал тоже акселератора маленько брызну так вот у нас уже модель довольно таки жесткая получается держит форму головы специально тоже не усиливаются также так как при падениях при ударах в основном на эту часть будет удар приходиться то я потом просто видите будет сгибаться и потом распрямляться обратно сейчас тоже сразу подклеим боковые головы вернее нижние половинки для этих деталей такой великой точности не требуется они каких-то особых функций тут не выполняют кроме декоративных так что если немножечко даже криво их приклеить и страшного ничего не будет старайтесь все таких приклеить более-менее по центру шеи чтобы хотя бы смотрелось это все аккуратнее также обратите внимание что такие дополнительные шеи доходят до лонжерона и даже заходят за него все это у нас образует довольно серьезный и силовой каркас и модель думаю что будет достаточно прочный и живучий ну вот нижнюю часть мы приклеили но сейчас пока еще все болтается все качается такую модель как и любой другой кристалет нужно расшивать делать расшивку и расшивку делать будем из тонкого карбонового про . нашем случае 0 8 миллиметра можно чуть больше можно чуть меньше особого значения это не имеет пруток нарезаем сразу по две штучки одинаковых так как устанавливаться они будут симметрично с обоих сторон частности этот пруток у нас пойдет вот таким образом край устанавливаем рядом с пластинкой усиление руля высоты второй край как чтобы он связался с усилением брюха нашего дракона пока просто втыкаем пруточки но их не приклеиваем сейчас наша задача сделать расшивку проклеивать потом будем уже все эти детали разом чтобы не было перекосов все предварительно подровняем и только после этого будем проклеивать точки как видите вымеряются по месту каких-то конкретных размеров нет тоже свяжем участок поближе к крыльям середине крыла тут кусочек остается меньше чем необходимо что берем еще один пруток обратите внимание что я стараюсь все пруточки втыкать рядом с пластинами усиления тоже все это позволит связать воедино каркас и в итоге модель у нас получится гораздо жестче и надежнее когда будете размещать прутки усиления в районе пропеллера смотрите чтобы при вращении винт их не задевал это наверное основное требование вот если скажем пропеллер будет у нас в этом месте располагаться а пруток проводим вот таким образом нет задевать не будет нормально все и скажем делаем подкрепление передней кромки такая вот получается паутинка из карбоновых пруточков или стеклопластиковых какие есть в наличии те используем ну теперь капаем по капельке клея местах крепления этих прутков пока только на скажем горизонтальной части то есть приклеиваем один конец прутков чтобы они уже не смещались не выпал не выпадали хорошо жидким циокрином то что он гарантированно затекает внутрь отверстий и приклейка у нас получается не поверхностная по всей глубине материала так вот теперь расшивка у нас схватилась сейчас желательно модель чем-нибудь придавить скажем положить инструмент со всех сторон самое главное чтобы модель у нас лежала на ровный какой-то поверхности вот так вот модель выравниваем и только после этого фиксируем второй край карбоновых прутков слишком сильно усердствовать склеем не надо он стекать начинает и фиксируем акселератором вот что у нас получается как видите уже и накрутку очень жесткая и на изгиб вся эта конструкция получается намного жестче после того как сделали расшивку и остаются гибкими только шеи и хвост мы их оставляем специально все можно сказать с нижней частью закончили остается сделать вырез под пропеллер вот теперь это сделать уже можно тут если получится срез не очень ровный то страшного ничего нет это только будет влиять на внешний вид налетное качество не на вообще работоспособность модели качество среза здесь никакого влияния оказывать не будет моторчик у нас будет стоять вот примерно на этом уровне так чуть 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 ниже крыла так что вот эта часть она получилась несколько длиннее чем верхние сейчас обрезаем излишки на верхней половинки и и тоже можно будет приклеивать кстати вот этот отрезок который остается его не выбрасывайте он еще вполне возможно пригодится скажем где-то усиление проклеить под мотораму например площадь приклейки увеличить эти кусочки они очень даже пригодятся чтобы не промахиваться можно сделать несколько отметок по центру нескольких точек вполне достаточно чтобы можно было детали спозиционировать тоже позиционируем по вырезу под пропеллер если где-то есть сомнения что плохо проклеилась лучше дополнительно промазать участности вот это место то ли клей успел впитаться то ли просто плохо прижатым местами также подготавливаем и приклеиваем боковые головы остается немножко подровнять центральную мордашку чтобы не выделялась слишком и теперь приклеиваем дополнительные детали этот передние лапы и уши вместе с рогами и будем сюда по головам приклеивать ну а лапы к примеру можно будет приклеить вот так принципе лапки можно сделать немножко пожестче может быть из двух слоев склеить но как видите если сейчас просто ложим модель на брюхо то она уже не переваливается ну и остаются ушки они сделаны двух размеров те что побольше идут на центральную голову а более мелкие на боковые соответственно крупных надо делать две штуки мелких 4 сейчас сравню найду те что ближе всего по размерам вот похоже что это центральные чтобы легче было приклеивать срезаем под 45 градусов примерно наносим клей и приклеиваем естественно рогом вверх потом когда будем красить тоже этот момент можно учесть и рога можно оставить белыми конечно не объемная модель но все равно смотрится с такими мелкими деталями намного интереснее ну вот собственно наш смей горыныч собран сегодня уже как видите работа получается интересная и побыстрее как я и говорил подготовка детали это самый длительный самый мутерный процесс теперь остается вырезать верхнюю часть прорези под винт и модель можно отправлять покраску и вот обратите внимание что продольная часть у нас держится по сути дела вот на этих карбоновых пластинах так что они здесь обязательно нужны и без них сожалению собрать подобную модель будет невозможно на то они есть кристалюты особенно с таким расположением силовой установки все они также окантуиваются либо рейками либо карбоном наш горыныч готов отправляться на покраску в следующий раз вы его увидите уже покрашенным или остается нам установка аппаратуры установка двигателя и изготовление тяг на руле из аппаратуры как я уже упоминал нам понадобится высокооборотистый моторчик 2 с половиной 2 600 оборотов на вольт с пропеллером 5 дюймов очень хорошо подходят моторчики от гоночных квадрокоптеров нам понадобится 2 сервомашинки всего 2 тут руля направления как такового не будет будет только руль высоты вот нас получатся эти лапки кстати в прошлый раз они прорезаны не были тоже обратите внимание точно такой же вырез как на элеронах с небольшим отступом от карбоновой пластины но вырез не до конца оставляем пол миллиметра материала чтобы он работал в роли петель вот и получается что у нас одна сервомашинка будет управлять рулем высоты 2 сервомашинка будет управлять элеронами так что трехканальные аппаратуры трехканального приемника для этой модели также будет вполне достаточно на этом второй этап подошел к концу если вам нравится такой горыныч не забываем поставить лайк кто не подписался на канал подписывайтесь впереди будет еще много интересных моделей и ждем уже третий скорее всего завершающие части по сборке нашего змея горыныча до новых встреч до свидания подписывайтесь на наш канал ставьте лайки оставляйте комментарии и ждите новых видео до встречи играем по взрослому